АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня ветераны делятся воспоминаниями, а ребята внимательно слушают, пропуская через себя детали. Я решил минометчиком стать. В конце мая нас погрузили в эшелон, и мы прибыли в ладейное поле Ленинградской области, чтобы прогнать финал с нашей Карелии. Они в 1941 году дошли до свири, дальше их не пустили. И вот они за эти годы очень много там понастроили, и доты, и дзоты, и бронеколпаки, и даже была проволока под электричеством. Много минировали. Сегодня ветераны вновь на фронте, информационном, и как всегда защищают то, что считают верным и правильным, развенчивая домыслы и отвечая на вопрос, зачем это было нужно. В частности, речь заходит о другой войне, афганской. Победили ли мы, нужна ли была эта война? Победивший в 1975 году фундаментальный исламист в Иране приближался к нашим границам. И когда солдаты стали приходить, узбеки, таджики, и говорили под зеленым знаменем ислама, и понимаете, и это было в нашей советской армии. Это было в конце 70-х, начало 80-х годов. То есть вот этот ислам, он проник уже в наши средние азиатские республики, массово стал проникать. И чтобы остановить это наступление, советское правительство вынуждено было принять решение о том, чтобы Афганистаном заслониться. Наша молодежь сохраняет память о войне не только на уроках истории. Они изучают семейные архивы, раскапывая и узнавая судьбы своих родных и предков. А завершилась встреча концертом, который подготовили сами ребята. Все те же дожди за окном, а твой самолет прибудет на маленький аэротроп. Свеча на столе у портрета и хлебом накрытый стакан. Свои у войны есть плеты, но время не вылечит рамок. Наталья Соболева, Александр Кабаев, Мария Барсукова, ИТВ.